Таких масштабных проектов в Самаре не реализовывали со времен Чемпионата мира по футболу. Строительство развязки на пересечении улиц Новосадовой и Советской Армии стало одной из главных тем прямого эфира на телеканале «Самара ГИС» с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Мэр рассказала, что новый путепровод решит проблему пробок в этом районе города. После запуска движения на этом участке возрастет и скорость движения, и трафик. Поэтому проектам предусмотрена бесплатная замена окон на шумоизоляционные для жителей в тех домах, что выходят на новую развязку. Глава города отметила, что реализация таких проектов – большая удача для города, которая стала возможной благодаря работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Есть у нас определенные ограничения. Были вынуждены разрабатывать отдельную схему движения, разрабатывать компенсационные мероприятия. Но, тем не менее, у нас развязка уже близится к завершению. На сегодняшний момент могу сказать, что темпы строительства достаточно высокие. Благодаря поддержке губернатора и его системной работе в городе реализуется еще один масштабный проект – строительство новой станции «Метро Театральная». Она позволит жителям из Юмгородка и Безымянки добираться до исторического центра в течение получаса без пробок и без поиска парковочных мест в центре города. Так жители смогут комфортнее посещать театры, музеи, фестивали на площади Куйбышева, не беспокоясь об обратной дороге домой. А многим горожанам станет удобнее добираться до места работы или учебы в советском, кировском и промышленном районах города. Строительство неизбежно сопровождается временными неудобствами, но итоговый результат перекроет их, так же, как это было и во время строительства развязок на Московском шоссе. Сроки и по строительству развязки, и по строительству метро стоят очень жесткие. И, конечно, цель и у Дмитрия Игоревича Азарова, и у подрядных организаций справиться с этой работой в максимально сжатые сроки. Увы, в определенных неудобствах мы не избежим. Действительно, нам надо просто немножко потерпеть. И, как вы правильно сказали, все эти неудобства очень быстро забываются. Конечно. Говорили в эфире и о регулярной сезонной работе. Рассказал глава города о подготовке Самары к отопительному сезону. Общая готовность к нему сейчас составляет более 75%. Все испытания работы по перекладке идут по графикам. Готовят к сезону и 101 котельную. Большое внимание в этом году уделили Куйбышевскому району Самары. Также в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе обновляют почти 55 километров самарских дорог. Кроме того, преображаются дворы и общественные пространства. В этом году работы запланированы по 55 дворам и 5 скверам и паркам. Елена Лапушкина выразила надежду, что жители будут следить за обновленными территориями и сохранять в них чистоту. Чем дальше эта программа будет существовать, мне кажется, жители все больше и больше будут принимать участие, потому что они видят результат. Они гуляют по этому результату. Они получают удовольствие от этих территорий, которые они сами по факту создали. Они нам только подсказали, где в первую очередь это надо сделать. Важной темой стало и активное развитие и распространение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Это электронная система, которая содержит большой объем информации, помогающим жителям города правильно управлять своим имуществом. С помощью системы жители могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обращаться к своим управляющим компаниям или контролирующим ведомствам, а также получать доступ к широкому спектру разных услуг. Меньше чем через месяц стартует учебный год. Елена Лапушкина рассказала, что этим летом ремонт проводили в 16 самарских школах. 1 августа стартовала комиссия по оценке готовности всех муниципальных образовательных учреждений. Также глава города отметила, что продолжит встречи со старшеклассниками. Мне очень понравился результат этих встреч, наши диалоги, которые состоялись. Не так много школ и объехал, но тем не менее в каждой школе были заданы очень интересные вопросы, были подняты темы, которые волнуют и взрослых, смею вас заверить. Отдельно обсудили в прямом эфире и безопасность на водных объектах. В Самаре с начала купального сезона произошло несколько происшествий на воде, в том числе с участием детей. Глава города напомнила жителям правила, которые необходимо соблюдать для безопасного отдыха. Купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не купаться в темное время суток, а также в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, я хочу сейчас призвать всех наших жителей, дорогих, быть внимательными к себе и к своим детям, к своим родным и близким. Соблюдайте правила безопасности. Это прежде всего для вас. Говорила глава Самары и о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Елена Лапушкина призвала горожан пройти ревакцинацию. Сейчас самое время напомнить людям о том, что ревакцинацию надо все-таки сделать. Это то, что нас спасает. Также среди тем прямого эфира прозвучали подготовка ко дню города, сотрудничество с белорусским городом Брест, а также формирование Самарского батальона. Отвечала Елена Лапушкина в прямом эфире на вопросы жителей, которые поступали в студию по телефону или через аккаунты телеканала в социальных сетях. Там же можно посмотреть полную запись прямого эфира с главой Самары Еленой Лапушкиной. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.